Сегодня у нас очередное заседание. Вы знаете, что 30 вопросов повестки дня, но мы хотели бы на несколько тем обратить внимание. Ну, первое, все вы знаете, что сегодня день памяти и скорби. Наша страна потеряла 27 миллионов лучших сыновей и дочерей. К сожалению, недолечив раны той войны, мы имеем нынешние раны. Сегодня утром беспилотников был поражен НПЗ в Новошахтинске, Ростовской области. Пожар, правда, сейчас локализован. Но вот мы считаем, что, наверное, есть какие-то недочеты в организации нашей СВО, если через 4 месяца у нас продолжают беспилотники долетать до территории нашей страны. Наверное, все-таки надо не разговоры вести о наказании центров принятия решения, а наказывать уже, потому что, ну, две платформы возле Черноморска, Крыму, где 5 погибших, 7 пропавших, 90 эвакуированных, бесконечная стрельба по Брянской, Белгородской областям. Ну и все-таки мы считаем, что то, что происходит в Донецком, ну, наверное, должно сконцентрировать все силы, по крайней мере, авиации, стереть в лица земли место, откуда производится стрельба. Это никакой сложности нет. Или идет какая-то игра, неизвестная нам, или становится непонятно, почему за 4 месяца нельзя подавить 15 километров от Донецка Авдеевку. Ну, наверное, наверное, надо сосредоточиться. Второе. Завершается весенняя сессия, намного провозглашали о антикризисных, антисанкционных законах, но мы пока не видим законов, которые бы стимулировали импортозамещение. Оно крайне необходимо, и сегодня заканчивается сезонная отпуска досрочно на многих предприятиях, и у нас будет, по нашему мнению, серьезный пресс безработицы. Мы пока не видим, чтобы сверхдоходы, вообще-то, ложились на социальную сферу увеличения, вообще-то, возможностей для летнего отдыха детей, о котором Елена Александровна скажет чуть позже. Не видим пока и вложений, и изменений в систему образования. Вот будет у нас парламентское слушание, но мы считаем, что это можно сделать только законно. Мы предлагали закон образования для всех, который, в принципе, возвращало лучшие образцы советского, российского образования, а без изменения самой системы у нас порядка не навести. Почему? У нас сегодня платное образование вообще уничтожило мотив к образованию. Вы посмотрите, у нас многие ректора получают по 100 миллионов в год. И окружающие их. Самый скромный садовничий самого большого университета, у него 17. Понимаете? Ну, посмотрите, те университеты, которые при правительстве, при президенте. И посмотрите, что там, в принципе, отличник студент не может перейти на бюджетную систему. Он 4 экзамена сдаёт отлично, на 5-м его валят специального, чтобы он платил от 400 до 800 тысяч и обогащал узкую группу присосавшихся к образованию людей. Мы убеждены, что необходимо вернуться к стандартам инженерного образования, на которые, кстати, Великобритания перешла. Мы убеждены, что необходимо вернуться к специалитету, только не разговорами, а делам. Но для этого надо восстановить 100 педуниверситетов, которые были угроблены Фурсенко и компанией при реформировании. Потому что педагогика для младших, средних классов, она одна, для старших она другая. А сегодня, в принципе, объединим классическое университет, убили педагогические и убили подготовку профессии. И самое главное, надо вернуть педагога к ученику. У нас сегодня учитель и врач 60% времени пишут непонятные бумаги для всяких контор, по 300 проверок год проходят. А с этим образования не будет. А без образования у нас нет будущего. Поэтому у нас есть программа, мы единственная партия, которая регулярно общество представляет программу, в том числе и сейчас, 20 неотложных мер, под которыми нами разработаны законы. Но просим вас донести до граждан, что поддерживать надо КПРФ, тогда у нас будет будущее. Все остальное это бег на месте или назад. Сегодняшнее заседание Государственной Думы начнется с принятия в третьем окончательном чтении проекта федерального закона о дополнительной гарантии детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Я сразу скажу, я смотрела здесь пресс-подходы, и одна фракция здесь присвоила себе пальму первенства, сказав, что это народная программа и их закон. На самом деле нет. Закон этот внесло правительство, потому что ликвидируя собственный пробел 30-летней давности, когда у нас образование стало платным, поэтому дети-сироты тоже вынуждены сегодня стать жертвами вот этого платного образования. Поэтому те дети-сироты, кто в процессе обучения уже достиг возраста 18 лет, но продолжает учиться в общеобразовательных школах, в профтехобразовании, мы с депутатом Оксаной Генриховым-Дитриной и депутатом Сипягином добавили еще и студенты, которые учатся в вузах. Все не имеют права на бесплатное образование. Долго, полгода мы утрясали этот вопрос, чтобы вы знали, потому что Министерство образования, даже не удосужившись представить статистику, сколько таких детей-сирот, заявило, что на это нет средств. Посчитали, оказалось, 8 ведущих вузов, таких детей-сирот в год только 32 насчитывается, а отчисляется 6 тысяч студентов. Поэтому никаких дополнительных средств на это не требуется. Депутаты единогласно поддержали нашу поправку у нас, вот я представила автора эту поправку и наша фракция в числе тех, кто эту поправку вносил. Но понятно, что это коренным образом не улучшит ни положение дел в системе образования, ни положение самих детей-сирот, хотя опять вот по нашей инициативе все-таки мы примем до окончания этой сессии предложение о том, чтобы ускорить детям-сиротам получение жилья. Для этого они должны элементарно хотя бы стать на очередь, получить прописку. Сегодня такой возможности у детей нет. Они покупают себе эту прописку всякого рода жуликов и мошенников, которые потом присваивают эти детские квартиры. Мы практически согласовали этот законопроект с правительством и намереваемся принять его до окончания весенней сессии. Но, как всегда, время, когда с ностальгией вспоминают родители и не понимающие, почему они сидят при школьных лагерях или дома дети. Иными словами, вместе с началом лета все наши дети ждали, что власть организует для них отдых и оздоровление, для этого визит за город. Власти считалось 38 тысяч лагерей, заявил Минпрос, открыли свои двери в июне текущего года. Но статистика лукавая, потому что только 2 тысячи из этих школьных лагерей являются загородными. Все остальное это пришкольные лагеря. Жертвы от этого пришкольного лагеря, буквально, Самарская область вчера, вот наш комитет направил запрос в прокуратуру генеральную, в Роспотребнадзор. Отравились 8 детей в городском пришкольном лагере, город детства в городе Самара. Шестеро из них в возрасте от 6 до 10 лет в тяжелом состоянии находятся в больнице. Здесь же, в Самарской области, в мае, тоже случилось отравление детей в пришкольном лагере. Чуть ранее в Московской области, в городе Долгопрудном. Поэтому у нас на сегодняшний день сфера детского отдыха, пожалуй, одна из немногих, которая не урегулирована самостоятельным федеральным законом. Но мы не можем дальше откладывать сейчас или оставлять без внимания наших детей. Поэтому вчера наша фракция выступила с предложением создать межфракционную группу и взять детский отдых под депутатский контроль. К великому сожалению, сегодня эта полномочия отнесена к субъектам. Министерство, наше ведомство, а их семь отвечают за организацию детского отдыха, но тот самый случай, когда у семи нянек дитя без глазу. Поэтому намереваемся в понедельник, 27 числа, вынести на Совет Думы, нас поддержал председатель Думы, проект постановления о создании межфракционной рабочей группы по мониторингу детского отдыха и оздоровления и по разработке федерального закона, полноценного базового закона об организации отдыха и оздоровления детей в Российской Федерации. Повестка дня насыщенная, 30 вопросов, но, к сожалению, правительство не вносит реальные вопросы, которые необходимо решать. Наверное, важно поддерживать животных, и в третьем чтении будет принять законопроект о бережливом отношении к животным, но, к сожалению, к жителям Российской Федерации отношение совсем другое. Вчера отклонила правящая власть законопроект, который позволял поднимать зарплату учителям. Зачем вообще об этом говорить, что мы за учителей, за врачей, когда кнопки нажали, и учителя не получили увеличения базовой ставки. Вот вранье, полное вранье с экрана, и, к сожалению, средства массовой информации не показывают правду. Вы же не распространяете информацию даже нашего пресс-подхода, посмотрите новости, посмотрите контент телевизионный, там же все за одну партию. Про коммунистическую партию не рассказывают, и не рассказывают те вещи, о которых мы говорим. Мы Силуанову и Набиулиной говорили, зачем вы деньги держите в иностранных ценных бумагах. Мы задавали вопрос Силуанову, почему ты в долларах евро-фунта стиль держишь? Он говорит, мы доллары переводим в евро и фунты стиль. Перевели, и вчера нам объясняли, что денег нет на то, чтобы увеличить зарплату учителя. Это объяснили неправильное вложение. А правильное вложение 300 миллиардов долларов замороженных средств. 350? Ну 350, 360, где-то в районе 300 миллиардов долларов. Значит, на бюджетном комитете, в который я участвую, рассматривался вопрос об исполнении бюджета 2021 года. Ну там те же самые грабли, на которые наступает правительство. Опять увеличение государственного долга Российской Федерации почти на 2 триллиона рублей. Обслуживание долга Российской Федерации составляет 1 триллион рублей. Это 10 годовых законов о детях войны. И если бы снизили фонд национального облагосостояния, который составляет 13 триллионов рублей, внешний долг 20 триллионов рублей. Я Силуанову говорил, вы математически. Внутренний. Государственный долг Российской Федерации и внешний, и внутренний составляет 20 триллионов рублей. Значит, если сократить государственный долг Российской Федерации на сумму фонда национального облагосостояния, то обслуживание этого долга снизится до мизерной суммы, и эти средства можно направить на решение вопросов. К сожалению, финансовая составляющая правительства Российской Федерации, она не слышит ни президента, ни фракции Государственной Думы, кроме Единой России. Ну а, к сожалению, большинство в Государственной Думе, оно молчаливое, оно никакое, и только наши законопроекты, Коммунистическая партия Российской Федерации, они позволяют будить это болото, но надо думать все-таки и поддерживать. Есть программы, наша программа 20 неотложных мер, которые необходимо сделать. Это программа, разработанная научным сообществом крупными учеными Российской Федерации. Пора переходить уже от послушного действия под угоду внешних каких-то фондов международных, валютных, Всемирной Организации Здравоохранения, обращаться к местным, к импортозамещению надо, и к науке, и к культуре, и к искусству. Все это есть в наших программах, я думаю, при правильной поддержке можно исправлять ситуацию, но ее надо уже давно начинать исправлять. Вы знаете, хотелось бы коллег поддержать и добавить, у нас в советское время и постсоветское фонд социального страхования отвечал за детский отдых детей, с профсоюза. Раньше, кстати, ФСС, он вообще напрямую работал с профсоюзами и даже имел совместные банки, типа Солидарность. На летний отдых детей тратилось 19,6 миллиарда рублей. Ну, согласитесь, что по нынешним временам, когда у нас профицит бюджета первого квартала 35,7%, то есть фактически почти на 40% выше доходная часть от планируемого. Говорить об отсутствии денег, ну это крайне плохо. Но мне кажется, что вот Петербургский так называемый экономический форум, он показал наши зазеркали. То есть президент с озабоченностью выступает и призывает к одному, а старолиберальная вся компания, которая тут засиделась, с моей точки зрения, уже во всех финансовых и экономических институтах нашего государства, оно, в принципе, продолжает крутить свою шарманку. И в данной ситуации, с нашей точки зрения, если не изменится курс, то ни к чему хорошему это не приведет. Потому что, ну, вообще-то в обществе наступает усталость от хороших разговоров и отсутствие реальных дел. Это всегда, как бы, может стимулировать негативные процессы. Поэтому призываем вас пропагандировать позитивные дела, а не позитивные разговоры. Спасибо.